Время эфиры на канале ТВ5 новости в студии Алена Матвеева. Здравствуйте! Второй день рождения города. Запорожье 72-й раз отмечает годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В годы оккупации в городе погибло 44 тысячи мирных жителей. Еще 60 отправили на принудительные работы в Германию. Сегодня всех погибших во время Второй мировой войны почтили возле памятника оскорбящей матери. На митинге реквием, посвященному освобождению города Запорожье, ветераны Второй мировой войны, воины АТО и официальные лица города почтили всех погибших. На подступы к Запорожью подошли воины Юго-Западного фронта под командованием генерала армии Малиновского. Решением фронта в ночь на 14 октября ночным штурмом овладели городом Запорожье. Петр Кудин не принимал участия в освобождении Запорожья. В это время он был в немецком концлагере. Уже после окончания войны остраивал Запорожье. Но до сегодня, 13 октября, для него особенный день. Очень многое значит. Главное, что пришлось выжить, преодолеть все препятствия, все невзгоды, которые вывешены на моем пути. Вынеся все тяготы войны, Петр Кудин находит слова и для молодого поколения, которое переживает сейчас похожие времена. Хочу им пожелать быть такими жестокими, мужественными, какими были мы. Потому что нас ожидает тяжелые времена. Так что молодежь нынешняя, ее не сбежит участь наша. Я им хочу пожелать, чтобы они крепко держали за Украину. Слава Украине! Аналогии с войной, которая давно закончилась и настоящими буднями, раздаются из трибуны. Ведь сейчас более 10 тысяч военнообязанных из Запорожской области стали на защиту Украины. И как вы с 41 по 45 гнали эту немецкую нечисть до его логова в Берлине и там ее разбили. Мы будем нечисть, которая завелась у нас на Украине, в Луганской, Донецкой области и в Республике Крым, мы тоже ее будем гнать. По окончанию митинга к памятнику скорбящей матери возложили цветы. Куда пойти и как найти работу? Главная проблема, с которой сталкиваются бойцы АТО после возвращения на мирную землю. Этот вопрос сегодня обсудили в запорожском филиале Института Горшенина. Защитникам Украины помогают как местные активисты, так и представители власти. В этом году в запорожский центр занятости обратилось около 600 мобилизованных участников АТО. На сегодняшний день трудоустроено всего 160. Бойцы уверяются, на каждом этапе сталкиваются с рядом проблем. В тот же центр занятости направляют бойца по конкретному работодателю. Это все, что они могут сделать в данном направлении. Боевцы приходят и не могут отказываться. Отказывают, потому что некоторые считают его неровно легче. Некоторые считают, скажем так, ответные сепаратисты, которые не хотят их брать на работу. Некоторые смещают запись у многих, наверное, есть в военном бюлете, оперативную зарплату своей черты. Это говорит о том, что в любой момент могут зажать обратно в армию. Ревень занятости в целом населения у нас уменьшается. Если сравнивать с ситуацией первого певреча этого года с прошлым годом, то ревень занятости уменьшился на 2,3%. Сегодня 56,7% населения Запорожьей области имеют рабочие места. Представители общественной сети «Опора» рассказали об особенностях избирательной кампании в Запорожье в цифрах и фактах. Так, в списках в областной совет заявлено 13 партий, в городской совет – 23 партии. На пост городского головы претендует 26 кандидатов, среди которых всего три женщины. Несоответствие гендерной квоты установлено в списках партии блока Петра Порошенко. Так, среди кандидатов в депутаты областного совета женщины составляют 29% из необходимых 30. Более оптимистично выглядят данные по городскому совету. Мы тут можем побачить прогресс в дотримании гендерной ревности. И некоторые партии перевыкнули этот план у 30% на много. Например, партия пенсионеров – аж 60% в списке партий – это женщины. Одинки у партии «Відроджение» и партии «Справедливость» – это женщины первые номеры в списке. Вытесняют со своего же двора. Жильцы домов по улице Новокузнецкой жалуются на интенсивное автомобильное движение во дворе. По пешеходным дорожкам и в придомовой территории постоянно ездят водители. Один ребенок уже попал под колеса. В чем заключается проблема и есть ли решение, разбиралась Кристина Залевская. Улица Новокузнецкая. Выйдя с подъезда и переходя на тротуар, Валентина Рыбакова соблюдает правила дорожного движения, как на проспекте. Вслед сигналят машины, водители требуют уступить дорогу. Оказывается, других выездов на улицу здесь нет. Мы выходим, мы попадаем под поток машин, здесь разворачиваются машины. Три, четыре, пять коляски здесь. Дети с колясками не могут родить или куда-то нет места. Особенно сейчас будет зима, сугробы, снег, гололед. Мы тогда вообще у нас просто не знаем, в какое время нам выходить или когда нам выходить. Выходить ли вообще нам из дома. Жительница дома номер три Мария также жалуется на интенсивное движение транспорта. В прошлом году ее ребенка в собственном дворе сбила машина. Говорит, по пешеходному тротуару водители не ездят, а летают на превышенной скорости. Вылетают мячики на дорогу, игрушки. Друг за другом они бегают. Смотришь, не смотришь, но это две секунды. Они вылетают. Машины со скоростью с одного поворота и с другого тоже куда-то вечно спешат. Кто прав, кто виноват, нам не надо искать. Нам надо, чтобы мы были в безопасности и наши дети. Мы-то еще можем посмотреть, но дети – это дети. Жильцы домов уверены, всему виной ближайшие новостройки. Возвели их два года назад. С тех пор количество людей и машин увеличилось, а выезд на улицу Новокузнецкую как был один, так и остался. Савашук, кто строил комплекс, он не предусмотрел, видимо, где будут заезды машин. И решили пропустить все машины через нашу арку. Этим мы вообще лишились выхода с домов. Чтобы машины не заезжали и не выезжают. А куда будет обход делать, на то есть власть и пускай дорогу там делают. Выезд со двора новостроек предусмотрен, но самой дороги здесь нет. По проекту «Жилмассива» сквозную дорогу можно проложить в сторону улицы Новокузнецкой и набережные магистрали. Таким образом разгрузить движение в этом районе. Люди обращались с тем, чтобы ремонт дороги выполнить полностью, скажем, до следующего выезда со двора. Это адреса «Автозаводская-12». Но, к сожалению, этот адрес в программу этого года по ремонту дорог не вошел. И мы заверили людей, что обязательно мы готовим предложение для включения в программу ремонта внутри квартальных дорог следующего года. А в ближайшее время в коммунальном предприятии «Основание» обещают, на проезжей части между домами номер 3 и 5 появятся лежащие полицейские и знаки с ограничением скорости. Пока обезопасить пешеходов могут только так. Мы со своей стороны обратились письменно, подготовили письмо на департамент жилищно-коммунального хозяйства. И с их стороны есть содействие в этом вопросе, чтобы устроить во дворе, скажем так, ограничители скорости для водителей. Наличие таких знаков на проезжей части двора не уменьшит поток автомобилей. А пока появится необходимая дорога к новостройкам, жителям соседних дворов придется все так же рисковать своей жизнью еще не один месяц. Как нам выйти из дома? Вот как нам идти? И мы начинаем вот так. Я говорю, я иду, мне в спину сигналит, освободите дорогу. Дайте мне сказать, потому что я уйду. Я опять не знаю, куда мне уйти. Вот он сигналит, уйдите с дороги, освободите дорогу. А где нам? Куда нам идти? Кристина Заревская, Эдгар Копытов, ТВ5. Итоги творчества. Завершился 12-й пленэр Хорты Тякризвики. Отчетную выставку участники представили в зале Запорожской организации Национального союза художников Украины. Каждый житель города сможет посетить ее и оценить таланты художников. А также увидеть Запорожье в картинках. На выставке побывала и наша съемочная группа. Здесь лунная дорожка, хортица, беседка любви и промышленное сердце города. Запорожье, каким его увидели художники. На итоговой выставке пленэра Хорты Тякризвики свои работы представили 32 автора. Среди них как запорожцы, так и гости города. Нина Ивановна не пропускает ни одну выставку. Уверена, это будущее для каждого. Ведь если нарисовать свои мечты, они обязательно сбудутся. Посмотреть на результаты плодотворной работы художников пришла вместе со своим мужем. Очень нравится эта тема, потому что это будущее. Наши мосты здесь преподнесли, которые строящиеся. И если ты думаешь, что мост будет, значит он будет построен. Надо быть уверенным в том, что будущее Запорожье в наших руках. Наши желания всегда сбываются. Одна из картин, которая особенно запомнилась женщине, вот этот остров. Говорит, глядя на него, отчетливо видит глубину и настроение художницы. Четко видно, как передано. Человек пять минут побывал и смог передать всю эту энергетику. Свет, ну полностью вот картины соответствуют. Ощущение пространства большого. Вот картина Коробовой Натальи. Передана полностью и охватывающая, кажется, безграничное пространство Днепр. Известная запорожская художница Наталья Коробова начала рисовать еще в детстве. Говорит, чтобы перенести на холст что-либо, необходимо всего лишь почувствовать объект своего творчества. Настоящим художникам быть вовсе не обязательно. Когда-то я этот остров писала в Каневском. А потом вот пришла такая идея картины, назвала ее иллюзией, диптих-иллюзией. Диптих – это из двух частей состоящая тема. Иллюзия. Первая часть называется «Мы будем счастливы», а вторая – «Мы были». Просто наслаждение. Удовольствие. Вообще-то похоже на медитацию, я бы сказала. Не знаешь, сколько времени прошло, как пишешь. Это огромное удовольствие. Каждая картина – что-то родное и близкое. Побывав тут, полностью абстрагируешься от всех проблем, говорит Нина Коляда. Советует посетить выставку всем. Предлагаю прийти на выставку, полюбоваться действительно художникам, которые в Запорожье впервые. И они смогли передать всю нашу энергетику. Всем очень нравится. Двери выставочного зала Запорожской организации Национального союза художников Украины будут открыты для всех желающих до конца октября. Диана Клачко, Андрей Снесаренко, ТВ5. Тропа, которая объединяет. Международный проект агентства «Артполе» в хит на схит продолжает удивлять жителей и гостей Бердянска. Накануне одной из стен художественного музея имени Исаака Бродского украсил мурал – масштабное произведение на стенной живописи. О художниках из Польши и Украины подробнее расскажет Игорь Стрельцов. Стэшка – проект художников Крыма и Украины, который объединяет знаки и символы двух народов. Автором бердянской росписи стал киевский художник Андрей Гуренко. За пять дней серая невзрачная стена музея имени Бродского превратилась в настоящий шедевр искусства с крымско-татарским орнаментом. Стэшка. Стэшка, которая идет из Крыма через всю Украину. Напоминаю о том, где есть еще там оставшиеся территории, где есть люди, которые, в общем-то, являются нашими согражданами. Попытка, может быть, средствами искусства объединить, показать, насколько есть общие какие-то интересы, насколько мы можем сосуществовать вместе, можем делать жизнь лучше друг для друга. Бердянск стал третьим городом Украины в рамках проекта Стэшка. Расписанные похожим орнаментом стены уже есть в Киеве и Виннице. Следующие появятся в Черновцах и во Львове. Желательно было бы, чтобы Стэшка опоясала весь земной шар, и когда она вернется обратно в Украину, Крым опять пришел, был у нас. Точно говоря, это благопожелание такое. Сегодня к проекту Стэшка привлечены художники Крыма, Украины и Польши. Авторы уверены, что в скором времени орнаменты крымско-татарской культуры переплетутся с орнаментами других народов мира. Дмитрий Злащевский, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Фантастические погони, опасные приключения и желание добиться справедливости во всем. Смотрите сериал «Жара в Лос-Анджелесе» сразу после выпуска новостей на ТВ5. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zipi.ua. Если вы хотите поделиться с нами интересной информацией или видеоматериалами, рассказать о проблеме или высказать свое мнение, пишите в главред. В студии работала Алена Матвеева. Увидимся в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...